вот это в принципе все что я хотела заказать основное и остальное я просто добивала добивала заказ до необходимой суммы я заказать решила живицу вот такой вот бат от faberlic это получается такие вот прозрачные зелененькие кружки кругляшки как витаминка и вид наподобие а я и взяла потому что там написано что способствует уменьшению падения волос больше всего мне вот это вот понравилось это масло кедровое пищевая добавка краситель и живица кедровая вот ну в общем не помню что конкретно для чего но там очень много всяких полезностей для женского здоровья для уменьшения выпадения волос пока я еще не принимала потому что я сейчас пью витамины против выпадения волос которые показывал своем блоге вот ну и когда выпью обязательно расскажу увидела ли я эффект от него кто уже пил напишите как он вам ну и на свою беду добивала я этот заказ взяла попробовать супы много я слышала очень много слышала отрицательных отзывов но что-то думаю ну как это все пробовали надо не попробовать тем более я наконец-то пытаюсь взять себя в руки и наконец-то хочу перейти на более менее правильное питание без всяких вредностей а так как эти супы они мало калорийные они не вредные в общем состав у них были менее натуральный поэтому я решила взять и попробовать становилась я свой выбор на вот таком вот гороховом средиземноморском с тыквой и вот грибной начала я свой свое знакомство именно с грибного супа вообще я довольно часто пробовала такие пакетики например в сундучке для похудения с бородиной который вот я пробовала два раза два раза в прошлом году или в позапрошлом я пробовал и мне нравятся там эти пакетики они вкусные они приятны там и супы тоже есть но там они не на основной а состав здесь это льняное семя измельченное за счет этого конечно многим очень многим не нравится вот и я тоже попробовала его буквально два часа назад и меня конечно тоже он не понравился совершенно по вкусу потому что там очень сильно чувствуется именно вот это льняное семя то есть это как бы основной ингредиент еще состоят эти супы поэтому получается очень невкусно этот привкус семя как будто ты жуешь какой-то сено честно говоря грибной вкус очень-очень слабый и он такой не очень приятный и состав у него выглядит он как будто вот какой-то в общем не знаю как сказать какие-то нехорошие эпитеты приходят на ум и за счет этого получается очень невкусно и я съела только половинка половинка там половинки тарелки что я там налила себе и в итоге остальное пришлось вылить потому что я не смогла я это есть у меня начинается какой-то рвотный рефлекс и все не могу я себя это впихнуть ну конечно было хорошо если бы это мне подошло потому что он действительно полезное полезно и малокалорийно и довольно в принципе неплохо насыщает но зато от него очень хорошо работает кишечник я вот что заметила когда я только скушала моментально кишечник заработал все отлично в общем для того для тех у кого проблемы с кишечником я считаю что можно попробовать эти супчики посидеть на них это будет даже очень неплохо если вы конечно сможете в себя их пихнуть вот я к сожалению не знаю какие остальные будут по вкусу но грибной конечно полная гадость вот такой вот у меня был заказ в оберлик сейчас расскажу вам о ливане я заказала в этот раз я делала заказик только ради подарков и посылочки кое-кому и кое-что решила заказать себе то что хотела давно попробовать так как я уже с лета не делал заказываем он поэтому решила там кое-что попробовать не заинтересовала мне вот такая вот серия зимнее волшебство с ароматом малины и яблоко или для душа с микрокапсулами вообще это серия сенсы сми осушит кожу я уже говорила об этом не раз только кремовый гель для души люблю у них но в этот раз решила попробовать потому что очень такая красивая упаковочка оформление очень приятно и что касается аромата малины и яблока я его конечно еще не пробовал аромат действительно приятный малиной яблоком все пахнет но я его оставлю скорее всего следующий год уже как бы в этом году уже поздновато им пользоваться наверное а может быть оставлю на подарок но в любом случае пригодится интересная такая лимит очка давно хотела попробовать ноги девочки хвалили вот эту серию гранат и шоколад шоколадно-гранатовый десерт увлажняющий крем для ног из такой серии еще есть ванночка для ног и скраб скраб я такой не очень поняла и как-то заказывала другой серии но и взяла этот только для того чтобы попробовать аромат потому что его можно использовать и на руки также я частенько делаю тоже хочет он выглядит вот таким вот образом розовый и аромат аромат мне кстати очень очень понравился ара пахнет он такой фруктово-шоколадный прям приятный аромат очень приятная душка немногие не даром многие девочки хвалили именно эту серию и я не жалею что взяла попробовать этот кремик очень очень понравился отлично увлажняет быстро впитывается и этот вкусный аромат шоколада фруктовый такой шоколадный очень очень приятно мне понравился обалденно очень рада что взяла этот кремик. Я его буду использовать, скорее всего, для рук. Для ног как-то его использовать жалко. И также многие девочки хвалили вот этот вот лосьон для лица. Вернее, не лосьон, а тоник для лица. Лепестки розы. Такая вот маленькая красивая упаковочка с розочкой. Здесь 150 мл всего. Хватит, в принципе, его ненадолго. Но у меня как раз закончились мои тоники практически, подошли к концу. Поэтому мне нужен был какой-то тоник. Я решила попробовать. Действительно, аромат розы приятный. Хорошо тонизирует лицо. Я использовала его уже два раза. Вчера вечером и сегодня утром. Хороший тоник, мне понравился. Не сушит, не слезятся глаза от него, что самое главное. Также я слышала много хороших отзывов. Вот на этот скраб для тела с маслом африканского дерева ши и коричневым сахаром. Спа-ритуал удовольствия. Вот такой вот, но он почему-то у меня катастрофически не долит. Вот так вот он у меня пустой уже. Я ни разу не пользовалась, но он у меня полупустой какой-то. Не знаю, у всех он так или нет. Но вот что-то мне так не повезло, видимо. То есть у меня его всего вот так вот здесь. Или здесь идет упаковка от 250 мл, а его 200 мл здесь всего лишь. Вот. Скраб этот я еще не успела попользоваться, но он мне в принципе понравился. У меня точно такой же упаковки зеленый. русские традиции или как-то он называется. Сейчас я им с удовольствием пользуюсь в душе. И у этого в принципе точно такие же скрабирующие частички довольно крупные. Он сахарный. И он пахнет моей самой любимой, наверное, серией Спа Уэйвен. Это серия вот эта вот с маслом Ши. У меня крем мой любимый для локтей и пяточек. Такой вот кремовый. Я уже использую его не первую упаковочку. И вот этот пахнет точно-точно так же. Отлично скрабирует. Такие мелкие скрабирующие частички, но их довольно много. Вот так вот он выглядит. В общем, с огромным удовольствием буду им пользоваться. И я думаю, что он у меня долго в запасах не простоит, потому что такой вкусняшкой хочется пользоваться. Так, и Зелан была хорошая акция вот на такие наборы для мужчин. Муж у меня, я уже говорила много раз, любит вот этот вот гель для бритья Уэйвен прозрачный. Но здесь всего 100 мл, конечно, хватит ненадолго. Это мягкий уход. Гель Актив, но он точно такой же, как и все гели Уэйвен, такой обычный прозрачный. Пахнет тоже приятно. Ну, я надеюсь, что ему понравится. Он еще не пробовал. И к нему шло такое комплексное средство для лица. Это бальзам после бритья и увлажняющий крем. Такая вот малютка. Здесь 100 мл. Так же. Вот. Ну, я надеюсь, что ему понравится. И, может быть, хоть как-то я его заставлю пользоваться. Вот такой вот он. Обычный беленький полупрозрачный крем. Такие вот две малютки. Надеюсь, муж будет доволен. И последнее, что я взяла, одно, что оказалось самое дорогое в моем заказе. Это набор для занятий спортом. Очень давно я смотрела на него. И так как я все-таки буду, надеюсь, что буду пытаться себя привести в порядок к лету, я взяла вот такую вот маечку. Это, получается, сзади как борцовка она. А спереди идет такая вот укороченная маечка. Я такие маечки очень люблю. У меня такая черная, с такого же материала, с Алиэкспресс я заказывала. Но она идет без вставок. Здесь идут такие вставки поролоновые. Вот они сзади, их видно. И они очень хорошо держат грудь. Что мне не нравится в таких майках, что они просто расплескивают грудь по всему телу. И ее практически не видно. И смотрится это крайне некрасиво. Здесь же это смотрится очень здорово. Правда, эти чашечки никак не укреплены внутри. И они просто могут съехать куда-то на бок. Ну, в любом случае, хорошо, что они есть. Мне очень понравилась эта кофточка. Это маечка для занятий спортом. Она отлично держит грудь. И в ней заниматься спортом действительно само удовольствие. И также я ее ношу просто дома. Отличная вещь. И к этой маечке шли вот такие вот штанишки. Также они укороченные. Бриджики. Очень понравился мне вот этот поясок. Он плотненький такой. И он даже в какой-то степени утягивает талию. Очень хорошо и надежно ее держит. Так, значит, это серия Актив. Я взяла 46-48 размер. И он мне отлично подошел. Здесь сбоку идут вот такие вот полосочки. Длина у этих штанишек идет по чуть ниже колена. Материал очень приятный к телу. Это какой-то такой тянущийся. Как он называется? Правильно этот материал. 80% полиэстер и 13% эластана. Отличные штанишки. Я вчера в них занималась спортом. Качала пресс. И я стараюсь теперь каждый вечер, хотя бы чуть-чуть, но заниматься там. Покачать пресс, покрутить обруч. В общем, и стараюсь по вечерам уже поменьше кушать. Я надеюсь, что к лету все-таки это будет более-менее заметно. Вот такой вот отличный костюмчик. У меня, правда, стоил он не очень бюджетно. Маечка стоила 399, по-моему. А штанишки стоили вообще что-то около 700 рублей. Дороговато, конечно. Но материал очень приятный. И, наконец-то, у меня это единственный, первый, наверное, за всю мою жизнь нормальный костюм для занятия спортом. Потому что до этого обычно я... Ну, как, были спортивные какие-то костюмы, но они смотрелись не так красиво и не так удобно в них было заниматься. Это же просто прелесть вообще. Особенно, если под какие-нибудь такие ярко-розовые кроссовки, например, когда уже будет тепло. На улицу даже можно... Если, конечно, более-менее приведу себя в форму, то это вообще будет супер. Вот такие вот у меня были покупочки за январь месяц. Надеюсь, вам что-то показалось интересным. Пишите, пожалуйста, было ли что-то из того, что я показала. Что вам понравилось. Пишите свое мнение об этих продуктах. Надеюсь, вам был интересен мой обзор. Спасибо всем большое за внимание, за ваши лайки, подписки. Всех вас люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok